Приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Paradigm, и сегодня мы поговорим о железных дорогах в Майнкрафте. Наверняка многие из вас даже ими не пользовались, но тем не менее, железные дороги имеют массу применений. И сейчас я вам буду рассказывать о всяких нюансах, которые я знаю о железных дорогах. И это будет беспорядочный выпуск, то есть здесь я буду всё подряд говорить, то есть не как-то систематизировано, а то есть я могу сказать какой-то жуткий секрет, который никто не знает, а рядом я могу через секунду сказать какую-то вещь, которую вы, возможно, знали. Поэтому не обижайтесь на это, пожалуйста. Значит, смотрим. Первое. Я тут сделал надписи, чтобы хоть не запутаться, что я хотел сказать. Вагонетку можно двигать силой воли. Да, мы можем просто сесть и жать вперёд, то есть направил по ходу вагонетки, и таким образом разгонять её. И со временем, типа, мы станем довольно быстро ехать. И раньше такого не было, но теперь это есть. Значит, теперь вагонетка с воронкой просасывает предметы сквозь полный блок. Ну, это, наверное, все знают, но если кто-то не знал, то вот, например, бамбук, ба-бах, и практически все бамбучины у нас вот здесь оказались. Это, как вы видите, используют вполне себе. Вот опять, как я сказал, бамбучины, чтобы собирать, и подобные вещи. Так что, такие вот дела. Кстати, видите, гравий стоит на вагонетке, ну, точнее, на рельсе. А на гравии растёт бамбук. Очень необычно. Значит, дальше. Вот у нас есть механика развилок и кнопок. То есть, если мы сейчас нажмём, то наша вагонетка отправится туда и вернётся назад. Если же мы поменяем, да, как вы видите, активируется. То есть, при помощи редстоуна можно развилками управлять. И теперь вся эта штука будет сюда, например, раз, бах, и назад сразу же. Кстати, типа, если блок стоит, то, собственно, тогда рельса разгоняет с нуля вагонетку. А если бы здесь блока не стояла, то, естественно, активация рельсы ничего бы нам не дала. Или вот так вот можно сделать бах. И вот, как вы видите, бах туда заехал. И теперь, пока мы не активируем, ничего не случится. В общем, такие вот хитрости. Дальше, значит, давайте выключим... Включим survival. И, в общем-то, сядем в эту вагонетку и активируем её. Уи-и-и-и-и-и. Уи-и-и-и-и. Уи-и-и-и-и. Уи-и-и-и. Уи-и-и-и-и-и-и. как же я люблю это и она может даже сама так делать вполне себе как вы видите то есть как вы видите спускать спуск вагонеток свободным падением безопасен быстро а главное дешево то есть понимаете в чем прикол то есть вы можете делать только подъем вагонеток если вам нужно это конечно же при помощи кстати а вагонетку если поставить слушайте так нет что если вагонетку так топ ты чего не копируешься а у меня не креатив в общем то если вагонетку поставить а ее сюда никак не поставишь но она будет туда вот типа падать и она вообще чего творит то так как бы это так сделать боюсь никак не проверить то есть вот эти вот бульбашки они поднимают вагонетки или нет давайте рельсы вот сюда поставим и попробуем когда поднимает вагонетки то есть принципе принципе это просто жесть ну во первых мы можем вот так прыгать во вторых я так понял это лифт для вагонеток вполне себе неплохой вполне себе неплохой ли для вагонеток так что пользуйтесь как бы можно подвести как бы вот такой вот штуке рельсу и то есть вагонетка будет туда загружаться и подыматься как это точно сделать то есть нужно наверное в несколько блоков шириной делать подобный лифт но это может быть выгоднее если нужно подняться на очень большую высоту чем вот такой вот ли диагональный так что то что вагонетки подымаются при помощи воды это круто и спускаются конечно же вообще то есть просто на свободном падении мы не получаем урона от того что падаем вагонетки это офигенно то есть и как бы это круто значит дальше вагонетку можно загружать при помощи воронок то есть если мы сюда поставим то есть вагонетку с сундуком точно так же типа разгружать можно вот дешевый способ разгрузки вагонеток с предметами вот мы посылаем сюда вагонетку как вы видите здесь она заполнена всяким активируем датчик и как вы видите пошли предметы то есть здесь вот дроппер стоит довольно дешево и довольно эффективно все предметы попадают в эту воронку которая может вести на вас автосортировочный склад например как вы понимаете это очень очень круто чтобы назад ее отправить бабах и все просто замечательно значит вагонетки можно ставить раздатчиками причем любой тип вагонеток как вы видите здесь разные пять штук вот если мы поставим вот обычную и в общем вы поняли значит есть ловушка новая ловушка без пошли на новой механики вот бабах так и мы всегда падаем в люки и люки за нами закрываются очень хорошая ловушка советую всем пользоваться я ее уже показывал значит разные виды подвесных дорог то есть как мы делаем мы типа ставим люки потом ставим на них рельсы потом короче отворачиваем люки видите и создается впечатление что она в воздухе висит и как бы если мы это с вагонетки встанем здесь то мы как бы так так как так нужно как то чтобы не летать вот бах и я я почему-то здесь оказался вот как вы видите я падаю то есть если где-то на таком масте вы высадитесь из моего гонетки то вы упадете ну как-то это наверное надо при помощи активирующих рельс все делать хотя активирующие рельсы здесь не поместишь мне еще понравилось вот такой вот вариант смотрите мы можем ездить по рельсам которые в воздухе натянуты практически потому что здесь люки люки ничего кроме люка и папах и как бы мы да мы летаем поэтому мы собственно ничего не можем значит давайте еще раз так вову поехали поехали и и тут как бы бамс и мы выпали а вагонетка продолжает бегать значит давайте значит с этим разберемся проезд сквозь стекло не наносит урона не стоит делать подводные тоннели высотой в два блока то есть если вы делаете тоннель под водой то нафига вам делать его высотой в два блока то есть вы делаете в один блок и как бы будете ездить в этом тоннеле головой в стекле и как бы сэкономите ресурсы и будет как бы вода ближе красивее наверно и так далее значит полные блоки увы наносят урон когда вы едете на вагонетке но не препятствуют движению значит и пол блоки что верхний что нижний не наносят урона и не мешают движению но мешают спавну мобов что позволяет не освещать железную дорогу а два блока все равно придется выкапывать то есть пол блок как бы мы можем цельные блоки превращать пол блоки таким образом как бы мы выкапываем себе тоннель один на два потом короче когда мы собираемся делать железную дорогу мы делаем железную дорогу и заставляем все пол блоками чтобы на этой железной дороге не спаунились моба и как бы таким образом мы препятствуем спауну мобов мы как бы тратим минимальное количество ресурсов и мы как бы можем ездить в этом месте и так далее и тому подобное ну в общем одни плюсы от этого вот давайте вот здесь видите не получаем урон теперь получаем урон и теперь опять не получаем урон чтобы показать вам значит вот такая вот штука замечательно теперь значит тут у нас эксперименты всякие значит для поддержки скорости достаточно делать ускоряющую рельсу каждую двадцать шестую то есть на 25 рельс так бах то есть бабах мы поехали я ничего не жму хотя кстати можно жать и наверное от этого ускоряться будешь или я не знаю и в общем то как увидите мы доехали до конца тут нас завернуло что довольно таки прикольно я люблю вот эти вот заворачивалки использовать да у нас подлагивает поэтому собственно так рывками движется дальше значит как далеко едет вагонетка на одной рельсе да то есть на одну скорее один ускоритель как вы видите я просто нажимаю как бы как вы понимаете я автоматически двигаюсь то есть от этого ускорения то есть вопрос только в скорости но двигаемся мы очень очень далеко вам спам все еще двигаемся двигаемся все медленнее но все же двигаемся и как вы видите очень очень далеко заехали и аж здесь мы только сошли уже с рельс но не остановились значит дальше ну это мы наверное не будем показывать а сразу покажем вот такое вот после ускорителя вагонетка движется быстрее чем до него до насчет ускорителя сейчас покажу вам ускоритель вот это вот ускоритель то есть видите мы один раз проезжаем сквозь эту рельсу и второй раз сквозь него проезжаем и вот это собственно и есть ускоритель booster новый так можно использовать одну ускоряющую рельсу два раза смотрим мы вот так вот приезжаем сюда здесь проезжаем сквозь ускорительную рельсу она ускоряет нас потом мы заворачиваем и проезжаем опять сквозь эту ускорительную рельсу но уже в другую сторону и она и нас еще раз ускоряет таким образом мы ускоряемся два раза бамс бамс и как вы видите мы набрали такую скорость неплохой значит и вот теперь диагональные рельсы перемещают в два раза быстрее чем прямые давайте я вам объясню как диагональные рельсы перемещают два раза быстрее чем прямые эти две конструкции перемещают на одно расстояние как видно количество рельс у них одинаковое но диагональные перемещают быстрее ведь скорость в блок 1 а количество блоков по диагонали всегда меньше чем по прямой то есть чем прикол что мы короче наш вид не меняется и то есть мы движемся примерно по прямой то есть видите мы не так сильно дергаемся на рельсах и таким образом получается что мы движемся по диагонали быстрее чем по прямой потому что так мы делаем крюку такой вот мы делаем угол вы же понимаете что сумма квадратов катетов это вот треугольник такой себе и сумма квадратов катетов больше квадрата гипотенузы насколько я помню гипотенуза это самый быстрый способ преодолеть все расстояния значит дальше вагонетка с печкой двигается кликом игрока то есть правый клик и как вы видите вагонетка с печкой начинает ехать но не знаю нужно ли это кому-то на кликах ехать проблема в том что у нее сила не такая уж и большая то есть в принципе как это можно использовать вот поставить сюда какие-то майн карты с сундуками и типа при помощи этой вагонетки их двигать так вот папах так бамс 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 блин чушь ты застряла давайте уберем смотрите в я просто типа зажимаю и она сама движется короче очень специфическая такая вот это вот вагонетка с печкой и сейчас конечно никто не использует и типа она действительно довольно хреновая но тем не менее значит x-ray занерфлен то есть если мы сюда попадем то как вы видите мы не видим ничего то же самое кстати я думаю что все x-ray занерфлены сейчас к сожалению то есть со ступеньками тоже x-ray перестал работать все короче перестала работать но зато еще работают баги которые действительно надоедливые вот смотрите мы в блок можем въехать кстати здесь то же самое можем в бок въехать вот бабах и мы в блоке типа и как бы вы видите что это вот такая вот въезд в блок такой вот бах это все что я хотел вам рассказать и показать о нем то есть здесь мы в стену можем въехать но это нас нифига не спасет типа видите вагонетка то проехала сквозь стену но сами вы нет значит дальше активирующая рельса выгружает мобов из вагонеток вот как увидите то есть мы можем посадить жителя вагонетку и потом высадить его при помощи активирующие рельсы значит это чуть попозже наверно хотя что уж попозже бесконечные вагонетки пока работают то есть это такой бах с несколькими вагонетками эй вы где куда они сюда попали какого-то фига ну ладно короче здесь в одном блоке несколько вагонеток и как бы да и мы можем на них кататься ой уже не можем да ну ладно значит тут у нас есть все что нам необходимо значит берем вот так берем вот так берем вот так берем вот так теперь значит бабах бабах и теперь значит садимся сюда ну то есть нет не садимся отправляем их в полет и вот они как вы видите вращаются теперь нужно подгадать и как бы мы вечно можем так вращаться пока что это не занять или типа ну в общем то такая вот штука значит дальше количество запитанных рельс не зависит от силы редстоун сигнала который на них подан как вы видите то есть вот на каком расстоянии мы подаем сигнал но рельсы все равно запитывается как от редстоун блока значит и вот как вы видите 17 блоков между запиточными устройствами нужно чтобы собственно все рельсы энергоэффективные они типа были запитаны но занерфили бесконечную запитку рельс то есть раньше можно было типа запитывать бесконечно рельсы теперь нельзя этого делать так что это плохо значит теперь майнинг динамитными вагонетками вот как вы видите как оно должно выглядеть то есть вы выкапываете три блока потом ставите здесь рельсы здесь ставите эту активирующую рельсу и здесь ускоряющую рельсу и вот у нас вагонетка с тинти и мы отправляем ее сюда и как вы видите вот такую вот штуку она выкапывает и дальше вы можете типа продолжать все это да это дорого конечно но типа вот такой вариант есть и хотя в выживании конечно накладного будет что-то подобное творить значит что мы еще не обозрели мне вот это обозрели вот это обозрели вот это вот то есть типа что тут написано вагонетка с тинти не разрушает рельсы взрыва ну я вот вам показал только что ну вот еще могу показать разок бамс типа разрушила каблу но рельсы на которых стояла не разрушила я не знаю как на счет обычного тнт но тем не менее значит что у нас осталось что у нас осталось вроде осталось только одно я надеюсь я ничего не забыл и не придется там доснимать в общем то идеальная идеальная дорога для человека то есть это именно для человека ну хотя в принципе то есть она не сильно отличается от дороги не для человека а для грузов в общем то смотрим вот как вы видите мы в полблоках то есть мы башкой в полблоках находимся и вот у нас есть ускоряющие рельсы здесь и в принципе такая вот дорога и тут у нас есть заворот для одиночной икры это дорога идеально почему потому что типа один путь одного пути достаточно ведь вы не можете два раза путешествовать по одному и тому же железнодорожному пути понимаете а следовательно то есть вы можете делать такую систему в которой будет одна железная дорога с развилками приезжайте куда то в одно место потом возвращайтесь в другое место и так далее естественно то есть отличается железная дорога от железной дороги которая предназначена для грузов только тем насколько часто вы ставите запиточные рельсы с рычагами значит в идеальной грузовой дороге энергорельсы каждые 16 блоков то есть смотрим здесь у нас как вы видите майнкарт с сундуком который заполнен короче этими полностью заполненным сундуком и как вы видите вот на такое расстояние оно как раз доезжает 16 блоков полная вагонетка едет 16 блоков и там очень много у то возникает я знаю значит теперь пустую вот пустую вагонетку и давайте отправим ее и как вы видите пустая вагонетка очень даже далеко едет да то есть до самого конца доехала вполне себе вот видите какая разница то есть тут все учтено теперь с хоппером интересно она соберет все эти она что-то собирала да смотрите она собрала короче прикольно это можно как-то использовать да это кстати еще одна такая фича что не только сверху хоппер собирает но еще и там где он собственно едет и теперь значит вот обычная вагонетка без сундука и пустая без игрока она едет очень мало то есть как вы видите она на 8 блоков где-то едет поэтому собственно пустые вагонетки не гоняйте по своей железной дороге это вредно для здоровья то есть в основном используйте для транспорта вещей тем более что у нас есть ледяные дороги для транспорта других вещей ну то есть для транспорта самого игрока но вот огромное количество предметов можно при помощи шалкер боксов перемещать и то не особо или же при помощи собственно мобов но мобы тоже там от них лагает и так далее или же при помощи железной дороги что очень неплохо если у вас большая шахта так вот вагонетки без пассажиров ездят хуже с сундуком нет дальность поездки вагонетки с сундуком зависит от количества груза в ней и в общем то это все что я хотел рассказать вам о вагонетках о механике вагонеток и железнодорожного перемещения в майнкрафте всем спасибо за просмотр поставьте лайк если понравилось если что-то новое узнали какие-то идеи у вас появились всем пока пока